Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ Указ номер 522 по проведению в 2016 году культуры, затрагивающей все сферы деятельности Культура производства и земледелия, культура семейных отношений и быта, культура обустройства населенных пунктов Указ принят в целях объединения интеллектуальных и духовных стил общества для решения задач социально-экономического развития страны Сохранения историко-культурного наследия, развития народных традиций, воспитания у граждан любви к отечеству, а также поддержки творческих инициатив Из сообщения пресс-службы президента Республики Беларусь На улице хотя и небольшой, но все-таки мороз, и этот факт явно прибавляет настроение Праздник наступил, в домашние печи потрескивают дрова, а хозяева ожидают гостей Каледующие по очереди обходят все дома, а их песни звучат по всей деревне Добрый вечер тому, кто в этом дому В деревне Старое Высокое Ельского района посмотреть на представление вышел даже павлин, проживающий в местной агроусадьбе Правда, долго белорусского холода экзотическая птица все-таки не выдержала Тем более, что все внимание не ей, а козе Это она на калядах главный действующий персонаж Символ плодовитости и благосостояния Правда, в дом козу дальше порога все-таки не впустили Здесь ее роль по традиции исполнит переодетый человек Вообще, в Ельском районе каляда считается самым живым праздником Если тоже купалье праздник в значительной степени сценический То в калядах участие принимает практически все местное население Причем с максимальным сохранением древних обрядов Впервые, кстати, они были изучены и описаны еще в начале прошлого столетия Бабулька уже старенькая, 80 лет Ой, козочка, моя любимая, ты пришла до меня покалядовать Разумеете, бабуля местовая, все же все тут прожила Для ее это была такая радость, что она вот не сказать Она познала ту козу, яку и бачила в детинстве, в калядовании Яку и мальчимой сама выконывала роль этой козы, коли хотела калядовать До распространения христианства каляды отмечали 21 декабря В день зимнего солнцестояния Сегодня в различных местах обряд проводят в период с 7 по 18 января Однако во все времена калядующих было принято встречать с большой радостью И обязательно дарить им еду и деньги Элементы гадания тоже присутствуют, однако все предсказания только оптимистические А давайте зараз мы вам погадаем Вытягивайте с моей торбочки, не поглядывайте только Вытягивайте и кидайте в губини А что же это уже будет? Попачим, что у вас будет в этом году Ох и будет счастье вам богато Кольки грошей будет вам за целый год А и кошечек будет солодкое И муж вас будет любить Так солодко-солодко Приход калядующих всегда заканчивается одинаково Песнями и танцами По сути это один из самых веселых праздников на территории Беларуси У которого, судя по всему, впереди еще долгая жизнь Повышение интереса к своей истории, культуре и традициям В последнее время вообще характерно для многих регионов Гомельской области Несколько лет назад при библиотеке Добрынского культурно-спортивного центра Создали объединение «Спадшина» Пока дети изучают обряды, взрослые не только восстанавливают историю деревни Но и взялись за изучение прозвищ односельчан Занятие оказалось очень увлекательным К тому же это тоже часть местной самобытной культуры Мянушки наши вески Вот это, что в основном, чем мы сейчас занимаемся У нас у вески верьми багато канаводов И вот, калі некто приезжая и пытая Де живе рыгор канавод? Никто не ведая А калі спытаецца, де живе рыгор вареник? Так я говедаюць усе И вот эти вареники, дикие Это мянушки наши вески Их похоже они, этих мянушек Мы их все собрали, записали И у альбома их заховываем К изучению и сохранению традиций и ремесел В агрогородке Добрынь Ельского района подошли комплексно В местном культурно-спортивном центре Нашей съемочной группе рассказали, что при желании Можно попробовать себя в изготовлении поделок из материала Который у сельчан всегда под рукой Той же соломы или дерева, например А можно стать участником ансамбля Изучив бытовые и современные танцы Которые для последующих поколений Когда-то тоже, наверное, станут элементом ушедшей культуры Пока же с этим репертуаром Юные добрынчане выступают на сельских районных праздниках Впрочем, местные жители всегда умели Не только веселиться, но и работать Причем, кроме земледелия, занимались еще и бандарным промыслом Некоторые бочки, кадушки, ведра, ушаты И другие предметы домашнего обихода Сумели сохранить до нашего времени Чем в Добрыне очень гордятся Старые вещи — это всегда память Это ретро И когда дедушки приходят и рассказывают своим внукам Что, для чего предназначалась та или иная вещь И при помощи чего она делалась Многие не знают из детей даже, что это такое Впрочем, год культуры подразумевает не только развитие культуры как таковой Но и культуру производственную На Наравлянском заводе гидроаппаратуры говорят, что в последнее время предприятие столкнулось с определенными проблемами Хотя были в его истории и более сложные периоды Созданное ровно 40 лет назад, оно успешно развивалось до начала 90-х Однако после распада Советского Союза полностью прекратило свою деятельность Реальное возрождение началось только в 2001-м Причем вскоре Наравлянский завод гидроаппаратуры даже попал на областную доску почета Как победитель соревнования в номинации «Лучшая промышленная организация» Однако на этом на предприятии не остановились и занялись модернизацией основного производства Старое оборудование заменили на новое, минимизировав при этом все возможные риски У нас был направлен специалист от завода-изготовителя, который стажировал наших специалистов для работы на этих термопластах-автоматах Принцип работы этих термопластов немногим отличается от старого оборудования Единственное, что здесь можно задавать программу и регулировать То есть работа на этих термопластах-автоматах облегчила физический труд Сегодня Наравлянский завод гидроаппаратуры – дочернее предприятие Минского тракторного завода В прошлом году у тракторостроителей возникли определенные проблемы с реализацией продукции Что не могло не отразиться на экономике предприятия Хотя, по большому счету, именно эта ситуация заставила пересмотреть подходы к культуре производства И ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции Сегодня это не только норма указа, но и требование времени Низкое качество везет к значительным финансовым проблемам Контроль качества усиливается, более становится присмотр за всем, за выпускаемых деталей За качеством рукавов ужесточается, больше проверка идет Раньше было 5%, сейчас почти до 100% доходим Изучать культуру работы на земле наша съемочная группа отправилась в государственное предприятие «Ельское полесье» Сегодня его можно отнести к разряду средних Тем более интересен местный опыт Прошлый год для хозяйства оказался очень непростым На протяжении нескольких месяцев не выпало ни капли дождя Как итог, более низкие по сравнению с годом предыдущим объемы заготовленных кормов и собранного урожая зерновых Хотя даже при таком раскладе к убыточным хозяйство не относится И в будущее смотрят с изрядной долей оптимизма Другое дело, что реализовывать большие планы часто просто не с кем Молодые перспективные специалисты, присланные сюда по распределению После обязательной отработки на предприятии практически никогда не остаются Что напрямую влияет на культуру производства Квалификация зависит от уровня развития вообще человека Можно так сказать Что в начале уже осталось, какая у нас Я так называю по местному Какие уже есть люди, мы с такими и работаем Чтобы их не пустить на улицу, не выпустить Уже приходится уделять им внимание Которым надо внимание уделить По причине высоких ставок в Ельском полисе отказались от банковских кредитов Что-то из необходимого теперь приобретается за счет собственных средств Что-то с помощью государства В рамках тоже Чернобыльской программы, например Кроме того, финансовые проблемы подтолкнули к отказу от услуг строительных организаций И выполнению значительной части работ хозяйственным способом На свои силы больше стали надеяться и в вопросах подготовки техники Возможно, качество работ и не такое высокое, как на специализированных предприятиях Однако это значительно дешевле Как минимум один сезон такая техника должна отработать без проблем Даже научились делать белорусы 322, замену инжекторов Некоторым даже ремонт двигателей Селки даже комбинированные, универсальные, точного высева Делаем сами, заменяем подшипниковые узлы Делаем электрогазосварочные работы Кадровая проблема, как и вообще проблема трудоустройства Сегодня в сельскохозяйственных регионах, пожалуй, одна из самых актуальных Советский аграрный комплекс был известен своей низкой производительностью труда Что вело к относительно высокой занятости Однако проводимая в последние годы техническая модернизация отрасли Способствует высвобождению труда из сельского хозяйства Предъявляя более высокие требования к качеству рабочей силы При этом молодежь, как потенциальная рабочая сила, не слишком заинтересована работать в АПК В этих условиях на рынке труда в сельской местности сложилась ситуация, когда с одной стороны существует избыток рабочей силы А с другой – дефицит квалифицированных специалистов Работоспособное и энергичное сельское население мигрирует в города Что приводит к утрате таких национальных институтов, как традиционный сельский образ жизни, сельская культура, традиции Поиск новых форм занятости в таких условиях – одна из приоритетных задач В том же агрогородке Добрынь Ельского района многие местные жители выезжают на временные заработки в другие регионы Беларуси и соседних стран Хотя сами сельчане соглашаются – была бы хорошая работа дома, никуда бы не поехали Так как наш агрогородок, да и район в целом больше сельскохозяйственный То я думаю, что что-то должно быть связано именно с сельскохозяйственным производством Может быть, это какие-то тепличные комплексы Может быть, какие-то фермерские хозяйства Чтобы создать дополнительные рабочие места именно людям, которые знают, как этим заниматься И не могут что-то произвести не только для себя, но и для района в целом Закрепить сельчан в деревнях тем более важно, что в последние годы во многих из них создана современная инфраструктура Добрынский детский сад сегодня посещают 40 малышей Причем это дошкольное учреждение можно назвать современным не только из-за внешнего вида Здесь даже свой сайт создали, на котором можно ознакомиться с последними новостями из жизни воспитанников И при желании оставить свои отзывы Мы хотели бы еще приобрести спортивное оборудование, детские лыжи, чтобы хватило на каждого ребенка У нас работает кружок, юный лыжник, в котором 8 воспитанников Ну вот, недостаточно каждому лыж Мы хотели бы еще приобрести лыжи, именно детские Деревня Головчицы нынешнего Наравлянского района по письменным источникам известна с 18 века В 1825 году ее купил дворянин Станислав Горват, который распорядился построить двухэтажную каменную усадьбу, сохранившуюся до наших дней Сейчас в ней размещаются учреждения здравоохранения Тот же Горват заложил возле деревни пейзажный парк, который занимал около 20 десятин земельной площади И в значительной степени также сохранился до начала 21 века Мечта местных органов власти в год культуры привести его в порядок Убрав разрушенные постройки и вырубив лишний кустарник Есть и еще одна задумка Восстановить водную систему, состоящую из живописных островов и прудов Впрочем, наводить порядок на земле в Головчицах планируют не только в бывшем дворянском имении Головчицкий сельский совет в Наравленском районе по территории самый большой В его состав входит 13 населенных пунктов А поэтому и работы много В том числе по сносу пустующих и ветхих домов Вот это строение, например, портило сельский пейзаж последние дни Высвободившиеся земли весной вовлекут в сельскохозяйственный оборот Ежегодно мы проводим на начало года инвентаризацию Выявляется пустующее жилье И, соответственно, проводится дальнейшая работа А именно постановка таких домов в регистр Ну и, соответственно, готовятся документы для подачи исковых заявлений в суд После того, как проходит процедура судов Дома передаются на баланс сельского совета Принимается соответствующее решение А именно снос данных домовладений И так за 2015 год у нас было принято 102 решения И, соответственно, снесено 102 дома После Чернобыльской катастрофы в Наравленском районе Ликвидировали 35 из 74 населенных пунктов Упразднили половину сельских советов И переселили в другие регионы более 10 тысяч человек Однако жизнь в районе не остановилась Этот дом по улице Садовой в агрогородке Головчицы Знаком многим местным жителям Здесь живет директор сельской школы Алла Березовская Впрочем, директорская должность в данном случае не самая главная Алла Яковлевна – страстный любитель роз Говорит, что это не просто райский цветок Но и весна, красота и любовь Ее мечта – вырастить еще довольно редкую в белорусских садах Штамбовую розу Своего рода аристократку среди этих цветов Хочу попробовать вырастить штамбовую розу Я много читала в литературе В интернете тоже видела, читала А вот хочу попробовать сама Роза царица цветов, поэтому нравится От свободного времени нахожу Много-немного нахожу и занимаюсь Как писал Лев Толстой «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Гомельчане Анастасия, Александр И их двухлетняя дочь Александра, Телеман В своем доме счастливы однозначно Не зря же их признали лучшей молодой семьей Гомельской области 2015 года То победное выступление в Светлогорском центре культуры Они вспоминают до сих пор И признаются журналистам телерадиокомпании Гомель Больше всего волновались за самую юную участницу Дома она себя ведет раскованно, артистично Она может и песенку спеть и станцевать А там, конечно, волновались Как это будет Для этого мы ездили в ГГТУ Сухого Давали ей микрофон Показывали сцену, что это такое Без зрителей Просто посмотреть, как будет вести себя ребенок Ну, это был риск своего рода Потому что все равно ребенок на сцене Это первый опыт, ей два годика Это непредсказуемый человек Вот, поэтому, ну, вроде как ей это понравилось На районном этапе в Гомеле семьи прошли немало испытаний Читали стихи, рассказывали сказки Пели песни и даже пускали мыльные пузыри Словом, демонстрировали всевозможные таланты Сплоченность и боевой дух Светлогорский семья Телеман решила удивить зрителей и судей необычным номером Которым можно назвать «Ребенок-вундеркинд» Кто полетел в космос? В Гае Так, хорошо Скажи, пожалуйста, кто президент Республики Беларусь? Артема Лукашенко Название города, в котором находится падающая башня? Пизер Есть Хорошо, кто, какой закон открыл Ньютон? Сейчас Ньютон О, все, вопрос, какой закон открыл? Сейчас Ньютон Закон пятизель Формирование культуры семейных отношений – важный показатель здоровья семьи И когда супруги слышат друг друга, в такой семье вырастают счастливые дети Кстати, после того победного конкурса у маленькой Саши Вот эта песня теперь называется «Песни про маму» Я заботами тебя охвачу Моя труба, дурачка Посмотри, какие худалы ты, дурачка Я заботами тебя охвачу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok